Повестка это еще не призыв, говорят в военкомате республики. Здесь те, кто получил уведомление, проходят медкомиссию, которая определяет, можно ли отправиться в мобилизованную армию. Уже несколько дней возле военного комиссариата толпятся люди, сами мобилизованные и те, кто приехал с ними. Честно скажу, что я по-любому еду и по-любому помогу нашей стране. Возьмут, поедем, без разницы. Надо, призывают, надо. Будет, пойду. Не будет, значит, тут нужен. Горжусь я братом. Честное слово, очень горжусь. Все будет хорошо. Нормальное настроение. Кроме нас больше некому. Справедливо волнуются матери и жены военком Мордовии. Игорь Тихомиров подчеркивает, никого сразу в зону боевых действий не отправят. В ближайший месяц все мобилизованные будут проходить боевое слаживание и восстанавливать утраченные навыки на учениях в одном из соседних регионов. Их все будут обучать. То есть тактичесное ведение боя, топографии, как говорится, ведение, слаживание подразделений, то есть вдвоек, троек, там это, как положено. Стрельба из всех видах оружия, как говорится, кто на что, то есть кто к чему-то приспособлен. Сергей Крашенников, ветеран Вооруженных сил России, сам недавно вернулся со спецоперации и знает, о чем говорит. Рассказывает, что точно понадобится на подготовке и в бою. По погонным условиям, как говорится, осень, с собой нужно теплые вещи. Раз термобелье обязательно, ну и желательно. Если будет возможность два, то два термобелья. Носки теплые обязательно. И дальше по мелочевке, это значит, туалетные принадлежности, фонарик обязательно, батарейки к фонарику обязательно, свечки, спички. Плотная форма для удобства в учениях. Исключительно кнопочный телефон без геолокации для собственной безопасности и безопасности боевых товарищей, чтобы противник не отследил местонахождение. В кулуарах ветеран дает на путствие вновь призванным. Все, все, как губка всасывается. Это вам все пригодится. Любые действия, любые тактические действия, любые... Очень, это изучайте, топография, самое главное, да. Рельеф там очень, это сложный рельеф. Важную и хорошую новость озвучивает военный комиссар региона. Мобилизованных из Мордовии не будут расформировать после учений. Вчера руководством республики было предложено сформировать из наших уроженцев республики Мордовия подразделение, чтобы они громили врага плечом к плечу. И это предложение, оно поддержано руководством воинской части, штабом Центрального военного округа. И мы будем делать все для того, чтобы наши земляки служили в одном подразделении. Мордовский батальон возглавит командир из региона. Это дает возможность постоянно держать связь с мобилизованными. С командиром познакомились, мы знаем. У меня есть его телефон, у него есть мой телефон. На любой момент вот этого не хватает. У нас там никто не голодал никогда. То есть какие-то... Мы еще помогали другим частям. У нас постоянно выходит, мы там комплектуем фуры. Не просто там что-то, а мы четко знаем, сколько надо теплых вещей. Там мыло, все, что нужно. И вот первое построение мэр Саранска Игоря Сабин желает удачи в нелегкой военной службе. Недолгие объятия и символичный марш прощания славянки. Всего от Мордовии мобилизуют 1% военнообязанных в запасе. В приоритете молодые люди до 35, дефицитные военно-учетные специальности, например, снайпер или разведчик. В ближайшие дни отправку на учения будут продолжать. Светлана Налашина, Евгений Фролкин. Наши новости. Продолжение следует...